Слава Господу, братья и сестры! Будем начинать наше собрание, помолимся Господу, почитаем Слово Божье. В притчах 2 глава, с первых стихов. Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания, взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господен, найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст его, знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды, оберегает сезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, прямоту и всякую добрую стезю. Вот так Соломон пишет сыну своему. Сын мой, послушай, что скажу тебе, а отец сыну самое лучшее, говорит, чтобы сынок в этом мире его не заблудился. А это, это через Соломона Бог нам с вами говорит. Очень важно, чтобы нам принять Божье Слово, где, как не в церкви, мы слышим святые слова и божественную премудрость, и склоняем сердце свое к размышлению и познанию Бога. У нас братья-гости. Первый, это значит, с Портландо брат Илья, он ездит на миссионерское служение в Африку, он немножко о себе расскажет. Брат Василий из Молдовы, значит, из северной части, будет тоже делиться Словом. Попросим милости у Бога, помолимся нашему Спасителю. Сегодня общее пение будет вести наш хор. Все вместе будем петь. Сборник 1167. О Дух Святой Тебя умоляем, благослови и силу излей. Пусть Святой Тебя умоляем, благослови и силу излей. Перед Тобою сердце склоняем, нас не оставлю, но и согрей. Борем Тебя, Господь всемогущий, благослови и силу излей. Тебя, Господи всем, благослови и силу излей. О, Дух Святой, Ты все наполняешь, Счастье и радость душам даешь. Путь нас во браке сам освящаешь, И в дом Отца на небо ведешь. Болем Тебя, Господь Всевогущий, Духом Святым, Овекий на нас. Ты Твои все, Ты Бог бездесущий, Благослови нас всех в этот час. О, Дух Святой, Ты светом небесным, Путь на Голгофу нам озорил. Там, где Спаситель, Боги, там кресты, Двери спасения грешним открыт. Болем Тебя, Господь Всевогущий, Духом Святым, Овекий на нас. Ты знаешь все, Ты Бог бездесущий, Благослови нас всех в этот час. Сейчас, пенья хора. Тебя, Господь Всевогущий, Духом Святым, Овекий на нас. Благослови нас всех в этот час. 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 Чтоб идти вперед, Мы и домовины, Все мы Твой народ. О, пошли Отец наш, Благодарь сердцам, Говорящим словам И Твоим лицам. Просьбы и молитвы Ты не отклони, Дикий час вечерний Благодарь пошли. Просьбы и молитвы Ты не отклонив, Дикий час вечерний Благодарь пошли. Слава нашему Господу, Что Бог по Своей милости Даровал нам возможность Уже второй раз сегодня Быть в доме молитвы. Я думаю, что кто это понимает, Тот и этим ценит. Я помню, когда я был в армии, Мне пришлось после того, Как я прослужил полтора года, Быть в одной верующей семье И услышать песню, Которую там пели. Я думал, что я был просто на небесах. Мне так было прекрасно, Так радостно, Когда я после того, Что я слышал в армии, Этой нечистоты, Этой ругани, Услышал песню, Которая была об Иисусе Христе. Для меня была очень большая радость. И сегодня я думаю, Что мы счастливы, Что мы в доме молитвы, Что мы здесь можем слышать Слово об Иисусе. Любая весть, Любое слово, Которое мы слышим об Иисусе, Из Евангелия, Из Библии, Она должна нас утешать. Лучше любых новостей, Которые мы сегодня можем встречать, Которых полон эфир. Здесь мы можем Только здесь находить утешение Для своей бессмертной души. И мы по этому и собрались. И прежде чем я буду говорить, Хочу немножко напомнить, Что мы сейчас живем в такое время, Когда много таких, Мы слышим событий, Которые свершаются На Украине, в России. И мы как-то сочувствуем, Или, может быть, Стараемся участвовать в этом. И кто как. Кто это Доказывает правоту Какой-то стороны. И я так подумал, Мы все, братья и сестры, Все стремимся в один край. И все сидим на одних скамейках. И мы собираемся вместе проводить вечность. Неужели мы не изберем сегодня правильной позиции? Когда мне приходится слышать, Я недавно слышал, Что даже Русские с украинцами Подрались И полицию вызывали, Чтобы их успокоили. Так доказывали Один другому правоту. И Я так подумал, Может быть, Как в 60-х годах было, Что черные садились Сзади автобуса, Белые впереди. Я думаю, Может быть, Так будет у нас, Что русские будут В одной стороне Служения, На одном ряду сидеть, А мы в другом ряду Украинцы. Ну, Я что-то так подумал И решил сегодня Краткое слово сказать Об этом, Чтобы мы как-то Поняли, Что мы все братья и сестры Между собой. Давайте будем любить друг друга. Давайте будем утешать друг друга тем, Что мы собираемся Проводить вечность вместе. Это так прекрасно, Что Бог избавит нас от всего, От всех этих волнений, От всех этих слухов. И для нас не так важно, Кто прав, Мы просто дожили этого времени. Так Слово Божье говорит, Что это время будет. И кто прав, Кто виноват, Это уже не так важно. Важно, Что мы дожили этого времени, И важно, Чтобы нам занять Правильную позицию. Если мы этого не сделаем, Мы можем остаться У числя тех неправедных. Итак, Я думал говорить Чуть подольше, Пробовать не, Постараюсь говорить Очень коротко. Такое место Священного Писания, Которое записано В 2-й послании Петра, С 2-й главы Из 5-го стиха. Если не пощадил Первого мира, Но в восьми душах Сохранил семейство Ноя, Проповедника правды, Когда навел потоп На мир нечестивых. И если города Содомские, Гоморские, И осудив на истребление, Превратил пепел, Показал пример Будущим нечестивцам, А праведно Болото, Утомленного, Обращением между людьми Неистого раз Братными избавил, Ибо сей праведник, Живя между ними, Ежедневно мучился В праведной душе, Видя и слыша, Дела беззаконные. То, конечно, Знает Господь, Как избавить Благочестивых От искушения, А беззаконников Соблюсь дать Ко дню суда Для наказания. Нам Слово Божие Открывает очень ясно, Куда пойдут праведники И куда пойдут нечестивые. Если мы сегодня Хотим быть праведными, То мы знаем, Должны знать, Что Бог нас избавит. Как избавил Праведного Лота. Показал будущим Нечестивцам пример. И сегодня для нас пример. Если мы будем праведными, Что бы ни случилось На этой земле, Бог нас избавит. Бог нас выведет. И Бог нас выведет В свое время. Он знает, Когда и куда Нас повезти. У Него есть Для этого свое время. Потому что Он Бог. И часто мы, Как бы доказывая Друг другу правоту, Мы унижаем Бога. Вместо того, Чтобы предоставить Право это сделать Богу, Который намного умнее нас, Намного выше нас. И Он знает, Как это сделать, Как управить. Мы хотим показать, Что мы очень много знаем. И я еще раз хочу сказать, Что мы этим Можем Бога унижать. Вместо того, Чтобы сказать, Давайте вместе Помолимся. Предоставим Это Богу. Помолимся И за русских, И за украинцев. Помолимся, Чтобы Бог Это, чтобы Бог Сберег мир. Это так Необходимо для нас. Если мы Будем как-то думать, Желать, Чтобы кто-то кому-то Что-то доказал, Ну, Как бы быть На какой-то стороне, Мы можем Оказаться В таком Очень печальном Состоянии, Если мы Не будем Просто Сочувствовать Друг другу, Просто Уболевать Друг за друга, Просто молиться Друг за друга. Я хочу, Чтобы мы Сегодня Наполнились Таким духом Умиления, Духом Сочувствия Друг до друга. Все мы Братья, Все мы Стремимся В одно место. И как важно Нам Приготовить Себя Еще здесь На земле, Чтобы нам Вместе Проводить Вечность. Давайте Мы Образно Говоря Сегодня Возьмемся Все за руки. Уместе Будем Молиться, Вместе Славить Господа, Вместе Стремиться В вечность. Это так Важно. Давайте Посмотрим Глаза Друг у Другу С любовью. Давайте Скажем Друг Другу, Что Мы Вас Любим. Вы Так Любезны, Потому Что Бог Отдал Своего Сына За всех Нас. У нас Нет У кого-то Большего, У кого-то Менчего. Мы Все Грешники. И Иисус Христос Жизнь Отдал За нас, Чтобы Нас Простить, Чтобы Нас Избавить И В конечном Итоге Посадить На небесах. Он Праведного Лота Избавил. И Если Мы Будем Верны Нашему Господу, То Он И Нас Избавит. Мы Сейчас Дожили Такого Испытательного Времени. И Для Нас Как Это Испытание Показало, Кто Мы Есть На самом Деле. Насколько Мы Любим Господа И Насколько Мы Любим Друг Друга. Это Такое Небольшое Испытание, Но Будет Больше. Я Хочу Сказать Такое Еще Очень Важное Слово. Я Хочу, Чтобы Меня Все Унимательно Послушали. Потому Что Я Буду Говорить Сейчас Очень Важное Слово. Если Мы Сейчас Переживаем В Будет То Если Мы Останемся На Этой Земле И Слово Божие Говорит Что Люди Будут Издыхать От Страха. Знаете Что Слово Значит Издыхать? Это Такое Необычное Слово Которое Сейчас Не Употребляется Но Это Будет Очень Большое Переживание Если Сравнить Какое Переживание Сейчас Что Такое Сметение В Народах То Тогда Будет Намного Больше. Если Мы Сейчас Не Изберем Правильной Позиции Если Мы Сейчас Не Станем На Правильное Место На Правильную Дорогу Мы Можем Остаться И В То Время Которое Мы Если Мы Дождем Не Дай Бог Чтобы Кто Остался Вне Дверей И Остался На Это Время Когда Люди Будут Издыхать Действительно Это Будет Очень Страшное Время Когда Внутри Будет Такое Серьезное Мучение Что Мы Имели Возможно Всего Избавиться Но По Нашим Таким Неосторожностям Мы Остались На Это Ужасное Время Поэтому Давайте Еще раз Еще Еще раз Я хочу Сказать Давайте Мы Будем Вместе Служить Господу Давайте Мы Вместе Будем Любить Друг Друга И Давайте Мы Сделаем Такую Репетицию Что Мы Будем Вместе Проводить Вечность Еще На земле Мы Должны Это Делать Должны Мы Радоваться О том Что Мы Спасены Что Иисус Христос Отдал Свою Жизнь За Нас Что Он Избавил Нас От Вечной Смерти Слава Нашему Господу За Этого Поэтому Давайте Сейчас Преклоним Наши Колени И Помолимся Нашему Господу И Уместе Его Прославим За Это Прекрасное Время Которое Здоровье Для Нас Аминь Братья Сестры Сегодня У нас Было Очень Насыщенное Служение Утром И Некоторые Из нас Не Поучаствовали Кто Готовил Световерение Или Псалмы На Утрешнее Служение Вы Можете Поучаствовать Сегодня Вечером Мы Будем Петь Общим Пением Затем Споет Хор И Сестра Неля Споет А потом Второе Слово Давайте Все Стоя Споем Сборник 59 Ты Знаешь Боже Мое Желание Молитвы Слышишь 59 Ты Знаешь Боже Мое Желание Мои Молитвы Слышишь Ты Тебе Известа Мое Страдание Мои Стремления И Вечки Ты Вечки Известа Мое Страдание Мои Стремления И Вечки Ты Знаешь Боже Что Не Ищу Я Поград И Почесть Земли Мои Всех Сердцев Тебя Люблю Я Хочу С Тобой Быть Гражды День Мои Всех Сердцев Тебя Люблю Я Хочу С Тобой Быть Гражды День Гражды Стремл Я Часто Душа Томится Не Безу Радости Быть Я Одинокий Как Вет Птица И Умолкает Вес Моя Я Одинокий Как Вет Птица И Умолкает Вес Моя Никто Никто Знает Не Спросит Даже Куда И Шов Меня Плечет Никто Утешит Но Путь Укажет Когда На Сердце Тяжкий Пьет И Кто Утешит Кто Путь Укажет Когда На Сердце Тяжкий Пьет Не Вет Чужим Стал Меня Для Мира О Боже Дай Мне Твой Покой Устал Бороться Славею Силы А Путь Далек И Пред Мно Устал Бороться Славею Силы А Путь Далек И Пред Мно Сейчас хор Нашел Того А Ком Душа Моя Давно Том Милость Он Вечный Мир Она Нашла В Вет Вет Любви Склонилась К Христос Слава Вет К Божьем Он Клад Бесценный Для Души Он Клад Бесценный Для Души Нашел того, кто в нищете, Шелка в иску страдая, С сердцом терновым на голове, А храм из неба дая, На крест до нас не послабить, Там клад бесценный для души, Там клад бесценный для души. Нашел того, кого душой, Люблю я бесконечно, И кто ведет меня в покой, Где я пребуду вечно. Христос, на крею ведись, Где клад бесценный для души. Где клад бесценный для души. Великтос, на крею ведись, Где клад бесценный для души. Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Христос открыл нам веки жизни От самого рождения до креста Открыто все характеры события История читается с листа И в жизни каждого из нас есть обед И в жизни каждого из нас есть каин По жизни каждого из нас прошел Иуда По жизни каждого из нас пройдет Пилат Есть в жизни каждого из нас Мария Есть в жизни каждого из нас Долина слез Есть в жизни каждого из нас Мессия Воскресший и спасающий Христос Перед тобой открыты двери неба Любовь Иисуса вечна и чиста Все люди ищут зрелища и хлеба Но благодать спасенья у креста И в жизни каждого из нас есть обед И в жизни каждого из нас есть каин По жизни каждого из нас пройдет Пилат Есть в жизни каждого из нас Мария Есть в жизни каждого из нас Долина слез Есть в жизни каждого из нас Мессия Воскресший и спасающий Христос Воскресший и спасающий Христос Перед тобой открыты двери неба И в жизни каждого из нас Мессия Воскресший и спасающий Христос 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 Спаситель Божий Видеть лучше саму себя Знаю я, ты любишь всех просящих Любишь больше, чем отец и мать Научи меня, Спаситель Божий Близких в молитвах вспоминать А когда вокруг одно и то же Люди рвут любви твоей мосты Научи меня, Спаситель Божий Быть смиренной, кроткой и простой Аминь Я пришла к тебе с повиной Обратив свой ли ко мне Кобыля дорогой длинной Пробираясь в темноте Сквозь болота и метели Всюду я искала тебя Чтоб сказать тебе Пожалуйста, прости Чтоб сказать тебе Чтоб сказать тебе Что больше не могу Себе таить И страдалась в ранах сердце И так хочется любить Я искала всегда Твой голос Как ребенок ищет маму И нашла тебя Пожалуйста, прости Господи, спаси Господи, спаси И сохрани Краткое мое Прими, прости Что еще могу сказать я Ты прими меня в объятия Боже, праведный Пожалуйста, прости Что еще могу сказать я Ты прими меня в объятия Боже, праведный Пожалуйста, прости Я закрыла глаза И вижу Древний холм И три креста Ты избитый Пригвозженный Умираешь За меня Чтобы я В своих пороках Мог спасенным быть Однажды Боже, праведный Пожалуйста, прости Снова вижу я Виденье Кровь из рам Твоих струится А вокруг Толпа безумных Ради них Ты Умираешь Нет, не ты А я Греховная На кресте Томиться должна А ты Спас меня Пожалуйста, прости Господи Спаси И сохрани Краткое мое Прилы прости Что еще могу сказать я Ты прими меня В объятия Боже, праведный Пожалуйста, прости Что еще могу сказать я Ты прими меня В объятия Боже, праведный Пожалуйста, прости Боже, праведный Боже, праведный Пожалуйста, прости Господи Господи Спаси И сохрани Краткое мое Прилы прости Что еще могу сказать я Ты прими меня В объятия Боже, праведный Пожалуйста, прости Что еще могу сказать я Ты прими меня В объятия Боже, праведный Пожалуйста, прости О, садись Спаси И сохрани Я вас всех приветствую, братья и сестры Мир вам Сегодня Бог дал такую возможность Что я могу быть с вами вместе В этом служении Я могу вместе с вами помолиться Могу вместе с вами Поучиться в Слове Божьем И укрепляться духовно Для того, чтобы Вновь с новыми силами Идти на труд На служение На Ниву Божью Там, где Бог нас призвал Для труда Поэтому сегодня мы выслушали Очень много прекрасных пений Драгоценных слов для нас И думаю, мы все уже сделали Выводы для себя Когда слушаем пение Я думаю, каждого касается Словах, которые были пропеты Господи Господи Спаси Сохрани Прости И у нас Когда мы вспоминаем С вами делаем выводы О прожитой жизни Мы много Имеем что сказать Богу В молитве И Бог слышит Наши ночные молитвы Когда мы молимся наедине Как Христос сказал Зайди в комнату твою И закрой дверь твою И скажи мне в тайне Тогда, когда наше сердце Свободно Никто не мешает молиться Мы можем все сказать Иисусу Того, кого мы нашли Мы слышали пение прекрасное Нашла душа Того, о ком томилась Кого искала Каждый из нас пережил Особые такие Очень драгоценные Важные события В жизни Я бы сказал Самое великое событие В жизни каждого из нас Когда мы встретились С Иисусом Когда Иисус нас Нашел в этом мире Погибающим Когда нам открылся И мы приняли Его Как Спасителя В наше сердце А сейчас Он желает Чтобы мы с вами Дальше продолжали Служение Несли Благовествовали Проповедовали Евангелие другим Чтобы и другие люди Приняли Христа В свое сердце Чтобы они получили Эту великую радость Я хочу прочитать Сейчас слова Когда касалась Большая радость Сердца человека Который встретился С Иисусом Вы знаете Очень хорошо Это место Но я прочитаю Вот так вкратце Это записано От Иоанна Я читаю С первой главы Филипп находит Нафанаила И говорит ему Мы нашли того О котором писал Моисей В законе И пророки Иисуса Сына Иосифа Из Назарета Но Нафанаил Сказал ему Из Назарета Может ли быть Что доброе Филипп говорит ему Пойди И посмотри Может ли быть Что доброе Пойди И посмотри Увидишь И вот что происходит Идет Нафанаил С Филиппом Иисус увидев Идущего К нему Нафанаила Говорит о нем Вот подлинный Израильтянин Которым Нет лукавства Нафанаил Говорит ему Почему ты Знаешь меня Иисус Сказал ему Ответ Прежде Нежели Позвал тебя Филипп Когда ты был Под смоковницей Я Видел тебя Нафанаил Отвечал ему Рави Ты сын Божий Ты царь Израилев Почему ты Узнал меня По каким Признакам Ты узнал меня Впервые Встреча Нафанаила С Иисусом Что произошло И мы видим Здесь Открывается Тайна Братья и сестры Нафанаил Говорит Почему Ты знаешь Меня Как это Произошло И вдруг Иисус В таких Коротких Словах Смотрите Что он говорит ему Прежде Нежели Тебя Позвал Филипп Когда ты Был Под смоковницей Я Видел Тебя Когда мы С вами Бываем Под смоковницей Когда нету Никого Он Он нас Видит Братья и сестры Что мы Делаем Он Видит Бодрствуем Мы Или нет Как мы Бодрствуем Он Все Видит В тайной Комнате Где-то На поле Где-то На дороге На работе В магазине Любые Наши отношения С людьми Он Все Видит И наблюдает Поэтому Придет час Придет время Если мы Сохраним верность Написано Будь верен До конца Получишь Венец Если Дашь Кружку воды Больному Тогда Когда Никто Тебя Не видел Когда Ты Решил Пойти Тебя Поудел Бог Иди Он Ждет Возможно Не только Часами Возможно Уже Целую Сутку Ждет Кто Придет Даст Кружку воды Если Ты Пришел И дал Ему Кружку воды Христос Сказал Не потеряешь Награды Будь Уверен Награда Будет За эту Кружку воды Поэтому Братья и сестры Да поможет Бог мне В первую очередь И вам всем Чтобы мы старались До конца жизни Быть верными Богу Сохранить верность Молодежь Дети и подростки Обратите особое Внимание Как Сегодня Иисус желает Чтобы много Молодежи Трудилась Для славы Божьей Как Бог желает Чтобы вас Употребить Служение Еще в будущем Я никогда Не знал Что я еще Буду пастырем Церкви Никогда Я не думал Что я еще Буду жить Я думал Мне уже смерть Меня похоронят Но Бог Усмотрел Жизнь Когда люди Пришли Сказали мне Что ты уже Жить не будешь Даже сказали Что так Нас вразумляет Бог Что ты уже Умрешь Ты больше Из постели Не поднимешься Но Бог Пришел И сказал Что ты Будешь жить И Бог Сказал Что еще Много Употреблю Тебя Служение И люди Ждали Что будешь Со мной И решилось То что решило Небо Слава Господу Я даже не знал Что я буду И у вас Сегодня Я не знал Где я буду Находиться Еще с тех пор Но Бог Усмотрел Все Так Бог Чудесно усматривает Чтобы я еще раз К вам пришел Через две недели Возможно Если будет Богу угодно Если мы доживем То мы будем Еще с вами Иметь встречу Так мы с братьями Согласились Служителями Бог что-то имеет Особое Бог что-то Видит особое То чего мы не знаем Братья и сестры Он знает Поэтому Довласит вас Бог Я хочу Еще прочитать Один стих И после этого Буду заканчивать Потому что Мне братья Так уделили Сегодня внимание Тоже И я хочу Коротко прочитать Для всех 33 глава Иеремии Третий стих Воззови Воззови ко мне Я отвечу тебе Покажу тебе великое И недоступное Чего ты Не знаешь Бог желает Чтобы мы Возвали к Нему Он желает Чтобы мы Не просто Устами нашими Возвали к Нему Но сердцем Сею душою Нашей внутренностью Как пели Душа Искала Его Тогда Бог Отвечает Тогда Бог Приходит Вовремя Никогда Не опаздывает И говорит Я покажу тебе Великое И даже Недоступное Чего ты Не знаешь Поэтому Да благословит вас Бог Я уверен Что многие Братья и сестры В этом зале Это уже Испытали Это уже Прошли И могут Поделиться С каждым Засвидетельствовать Многим Как много раз Бог ответил В такие моменты В такие ситуации Где никто Не мог Из людей Оказать помощь Только один Бог Пришел Вовремя Без опоздания И соделал то Что нам Невозможно То Что мы видим Что никто Мы давно Уже Ушли С этой жизни Но Божья рука Божья милость Поэтому Бог Хочет Братья и сестры Молодежь Обращаясь Особенно К вам тоже Ваша жизнь Вся впереди Еще Вам много Много Еще трудиться Для Господа Нужно Но Бог Желает От вас Святости Чистоты Я, будучи в таком возрасте Восемнадцать лет Однажды Получил Одной девочке Сильную Такую Ну, по-нашему Говорят Пляуха Удар Такой Сильный И из-за Ничего Это мгновенно В долях Секундах Я даже Я не понял Но я радовался Сильно После того Очень запомнил Что я радовался И ушел Что я победил Грех Что я противостал Греху И я радовался У меня большая радость Была в сердце А ей стало обидно Почему я ее Оттолкнул от себя Она меня сильно Ударила Как могла И ушла Ну и слава Богу Я радовался Но зато Бог потом Начал меня употреблять Служение Бог начал действовать Бог начал проводить Своей рукой И показывать Свою могущую руку Я не знал Что меня ждет впереди А впереди Меня ожидала Еще смерть Я не знал Что меня будут Убивать топором И сказали Вот этой ночью Ты умрешь От этого топора Поставили мне Под подушку топор И ждали Два часа ночи Я не спал Я молился Я пребывал в молитве Я вспоминал этот стих Возови ко мне Я отвечу тебе И покажу тебе Я молился Я стучал в небо Я просил Божий Если я тебе нужен еще Сохрани Если нет Возьми меня в чистоте И как пели Прости Много просил Бога Прости И Бог Братья и сестры Чудесным образом Все сделал И дал жизнь По сегодняшний день Что я еще могу Пребывать в служении Поэтому Да благословит вас Бог Я смогу с вами Больше Немножко поделиться Если Бог усмотрит Это Если будет Воля Божия на это Через две недели То мы встретимся Еще с вами Сможем быть вместе В радости В общении Пребывать в молитвах А пока Пусть вас Бог Благословит Молитесь обо мне Чтобы Бог Мне помог На дальшем служении Где я буду находиться В течение этих Двух недель И в последующие дни Бог знает Где я буду Что будет Пусть один Бог Нас сохранит И благословит Да благословит вас Бог Братья и сестры Благодарю Братья и служителей Что сегодня Дали возможность Мне с вами Поделиться Словом Божьим И молитесь Обо мне Братья Да благословит вас Бог Аминь Словом Божьим Единому Преборьям Богу Спасителю Нашему Честь Иисуса Христа Слава и Величие Слава и Величие Сила и власть Прежде всех веков Сила и власть Прежде всех веков Сила и власть Сила и власть Сила и власть Все встанем Перед нами Материальный сбор И давайте споем Сборник 48 Не в словах молитвенных речей И не в песнях Жизнь души моей Сила и власть Сила и власть Все власть Сила и власть Она сопрытая по христе все мои источники в Тебе не в желаниях я ищу покой и не в счастье дано мне Тобой весь от нас всегда звучит по мне все мои источники в Тебе весь от нас всегда звучит по мне все мои источники в Тебе видишь ты запах моих колдун и даешь мне в сердце тишину все желания приношу Тебе все мои источники в Тебе все желания приношу Тебе все мои источники в Тебе ты явил себя любовь свою будет ли как раннее в Тебе радостью ты пишет все во мне все мои источники в Тебе радостью ты пишет все во мне все мои источники в Тебе радостью ты пишет все во мне все мои источники в Тебе радостью я в Тебе все мои источники в Тебе все мои источники в Тебе полную победу дали все мои источники в Тебе все мои источники в Тебе в Тебе все мои источники в Тебе пусть имя Боже будет прославлено и возвеличено в этот вечер мы очень счастливые люди что мы находимся здесь мы можем прославить Бога а мы знаем кто-то воюет за что-то но Бог нам дал что мы воевали за души человеческие чтобы мы стояли в проломе чтобы наши родные наши близкие и как Христос говорил до края земли что мы проповедовали Ивановне мы на земле не за что когда Иисус пришел была Римская империя и они думали вызвать их но Христос даже не смотрел на это Он смотрел как спасти я видел тебя посмаковываться я видел там за всех говорил только спасти людей и наша цель сегодня наша цель чем больше привести к Иисусу Христу чтобы мы не имели покоя не имели мир чтобы мы не поменяли это просто такое знаете временное что на земле находится один пример в селе Каменка Человеческой области во времена когда были обиски забирали наших братьев судили их и знали что один брат есть богатый очень человек у него было очень много денег одного брата когда засудили там надо было этих леев на румынские деньги сто тысяч там мало было ну может там сто долларов на это наше время и пошли к брату и говорят помоги вот вызвали его заплатите этот штраф и он пойдет домой я говорю ну у меня нету нету денег этого брата посадили через две недели деньги поменялись пришла другая власть поменялись эти все он приходит в собрание два мешка денег приносит говорит братья всех выкупить всех выкупить но я это не сделал а сейчас поменялись это все мусор и чтобы у нас не было мусора знаете без денег деньги это зло но как его не хватает наше время знаете бывает у нас не хватает его этих денег но когда есть мы должны благословить друг друга мы должны работать мы должны просто наша цель стремиться к тому чтобы спасти грешников чтобы дать голодного накормить чтобы сделать я зачитаю Псалом 63 3 дабы познали на земле путь твой во всех народах спасение твое чтобы познали путь твой все народы чтобы узнали о нем все люди это Псалом говорит Давид говорит когда он хотел воевать он воевал с всеми народами и он тогда уже проговорил Бог к нему чтобы все народы узнали путь к Иисусу Христу путь Божий чтобы люди все покаялись применялись с Ним чтобы узнали познали имя твое и Исайя говорит 62 6 на стенах твоих Иерусалим поставила сторожей которые не будут умолкать ни днем ни ночью а вы напоминающие Господи не умолкаете на стенах Иерусалима мы сейчас стоим в парламенте чтобы люди узнали чтобы не умолкало никогда если мы сейчас сегодня тут молимся если мы сейчас тут делаем служение кто-то спит если мы ложимся спать в других странах люди молятся люди приходят чтобы никогда не умолкало слово твое чтобы мы не были политиками чтобы мы были детьми которыми мы молимся служим знаете есть такое время когда молятся ответа нет Бог не отвечает но время приходит одна сестра у нас была говорит молилась за своего мужа молилась но уже нету силы все уже прихожу уже все больше не буду молиться уже не буду о нем молиться и когда говорит я захожу в собрание и поет псалом еще раз еще одну молитву говорит у меня такое пришло ободрение еще одну молитву еще раз ты скажи и она говорит я помолил это все он сейчас служитель пастор церкви знаете когда бывает так что мы чуть-чуть не доработаем и уже у нас выпускаются руки но сегодня пришел день ободрения чтобы мы молились чтобы мы шли вперед чтобы мы просовдали нашего Бога чтобы мы служили Ему с чистым сердцем он Бог наш он царь наш когда это все случится в мире поднимите голову ваши céu поднимите голову ваши придет наше искупление чтобы мы подняли наше голову чтобы мы и благословяли имя господне мы сегодня я пришел сюда знаете было время когда я молился Господи надо ехать на мисью не очень хочется не очень так знаете но живем коррфандабhetto оно в доме, все, все есть. Зачем куда-то ехать? Знаете, но Бог тревожит. Придет время, когда ты дашь ответ, когда ты, придет время, когда ты встанешь перед Богом. Знаете, придет время, когда мы все встретимся на небесах с Иисусом Христом, и Он будет раздавать награды. И кто-то заплачет. Почему заплачет? Он мог что-то сделать, он мог что-то сделать, приобрести что-то, какую душу, молиться за кого-то, он не сделал. И тогда будет очень обидно. Меня постоянно этот стих подбодряет, чтобы я сколько мог сделать тут, чтобы когда пришел туда, и как апостол Павел говорит, я бег совершил, я все сделал, теперь мне готовится в вернец. Это неправильно. Я слышу такие церкви, а вы только до порога дойти. Но апостол Павел говорит, я стремлюсь к высшей награде. Я стремлюсь к высшей награде. Нам надо стремиться. У нас была неделя поста в церкви, целая неделя, и говорили, кто сколько может, сколько кто сможет, семь дней поста. И мне жена говорит, сколько будем постили? Я говорю, самое большее, сколько можем. Если мы сойдем на три дня, да, а если возьмешь три дня, может, деньги выдержишь. Самое большее. И Бог предоставляет. Когда ты берешь, говорит, Боже, я хочу, я хочу сделать. Сейчас надо ехать в Африку, и знаете, как-то, ну, идти склоняться, дайте, помогите. Я сам бизнесмен, и когда-то раньше я ехал на миссию, мне надо было 20 тысяч долларов, я взял и уехал. Были деньги. А пришло время, так, зарплата, две тысячи, полторы, когда-то нету. А ехать-то надо. Я так стал, молюсь. Боже, ну, дай деньги, если ты посылаешь меня, чтобы люди спасались, дай деньги. Я молился, где-то до трех часов не спал, молился, Боже. И, знаете, что я получил? Говорит, ты должен идти склоняться. Не то, что эти все церкви получили спасение, они должны быть участниками. Бог не хочет, чтобы я один, или Петро один, как пастор, вышел и говорил. Я думаю, позвоню брату Петру, может, он скажет, что нет, и у меня уже легче будет, я уже не еду. Он сказал один, второй. А брат Петро, знаете, ну, миссионер настоящий. Говорит, Илья, приходи, приходи, что-то сделаем. Слава Богу за таких людей. Слава Богу за таких пасторов, братьев, что они знают, что происходит, что знают, что надо спасение людям. Что знают. И, знаете, не только Бог хочет для вас, чтобы вы имели спасение. Это не конец. Получили спасение, сели в лавочку, все. Ну, чтобы вы пришли перед Богом, и Бог дал вам награду. Чтобы возле вас и черные, и белые, и где вы ехали в Африку, чтобы ваша часть была там. Чтобы мы общим могли потрудиться на небе Божьем. Чтобы мы вместе пришли. Одно небо. Я всегда братьям говорю, когда встречаюсь, братки вообще пастырские, есть такие, мы встречаемся, говорю, братья, нечего нам делить. Одно небо. Нету второго неба. Нету. Одно небо. И все хотят. И баптисты, и пизятники, и харизматы. И все хотят туда. Одно небо больше нет. Есть по правую сторону, а не по левую сторону. И все одно небо. Мы должны стремиться. Бог разберется. Бог сказал, чистые сиренцы взрят Бога. Мы придумали себе, что мы пизятники, это хорошо, мы хрещеный духом себе наполняемся. Но кто-то это не понимает. Но Бог разберется всем. Бог даст всем. Я знаю, кто произойдет имя Христово, он спасется. Мы знаем много. Но подойти, я приехал в Индию, где-то года 4 я был в Индии, и подошел к женщине, у нее пальцы отпадали на ноге, она встала передо мной, и я молился, они все там, знаете, такие больные, и подошла, так голову склонилась, я помолился за нее. Я посмотрел на нее руки, она говорит, вот пальцы отпадают уже, я больная сильно, и помолись. Я говорю, ну что ей сказать? Я говорю, верите в Иисуса Христа? Она говорит, а кто это такой? Вы знаете, мы думаем, для меня был такой шок. Для меня было, я знаю, что в Украине, в России, они все знают, православные церкви, католические, все про Иисуса Христа знают, но кто как в себе верит. А она говорит, а кто это такой? Ты можешь мне рассказать? Я встал перед этим, говорю, вау, а до края земли должны знать люди в Иисусе Христе. Я говорю, это Христос, помолился за нее, благословил ее. Знаете, для меня было такое. Люди, когда много богов, они поклоняются другим богам. А почему? У них нет выходного положения, они не знают Иисуса Христа. Какой-то листочек помог, я вижу, там обвели этими листочками дома, все поставили, это их Бог, Бог помогло, поставили на ранку, помогло, это Бог. А когда мы знаем, что нет другого имени под небом, которое нам ждало бы спастись, нету, только имя Иисуса Христа. Это имя надо преподнести, это имя надо преподать. Значит, не так просто, когда пришел, только приехал в Африку на вокзал, на аэропорт, когда остановился, тебе сто человек подошли, хопают за твои сумки, чтобы ты хоть один доллар дал. Я не думаю, что это от добра, никто в Америке не пойдет в аэропорт, и давай, мы сидим, у нас есть что кушать, слава Богу, и все есть, а там только тебе, я думаю, сейчас разорвут меня, пришел, мне страшно, сразу встал. Потихоньку привык, но когда мы шли, по дороге обычно ездили в машине, когда мы шли, они видели белого человека, перед ним как белый человек, это миллионер, это бизнесмен, это все, я увидел, давай деньги кричать, я говорю, что они кричат, давай деньги, мы побьем тебя, и так еле нас провели, но я когда пришел в церковь, говорю, братья, сестры, чтобы вы знали, я не знал этого, я увидел, братья, сестры, вы знаете, у нас нету сколько денег, чтобы вам дать, у нас нету вообще, у меня нету, Я прошу, я зову Него бизнесменов, я зову Него пасторам, я молюсь перед тем, как поговорить с пасторами, молюсь, Боже, благослови, открой сердце, расположи сердце. Знаете, наше сердце крайне испорчено каждого. Но когда живет Иисус Христос в этом сердце, это есть благословение, это мы открываемся, мы можем пожертвовать, мы можем дать. Это Бог нам дал этот дар. Вы не думайте, что вы такие щедрые и добрые, и я такой добрый, чтобы просто поехать. Но, когда Бог живет в сердце, это в нашем сердце доброе, Он дает нам доброе. Я молюсь, я говорю, люди собираются по вещичке, потому мы собрали контейнер в прошлом году, отправили, и люди больше, 2000 или 3000 человек больше получили одежды, поели. Мы привезли туда пенобатр, думали, что мы будем там кушать, там нечего такого кушать. Пока мы открыли, пока что только банки нашли пустые. Голодные люди. Один дедушка подошел ко мне, и я пил воду, он говорит, дай чуть-чуть глоточек воды. Воды нет. И вы знаете, я не думал, когда я уезжал оттуда, когда я уже уезжал оттуда, они говорят, ты что приедешь сюда? Я говорю, не знаю. Но в сердце, говорю, нет, никогда. Знаете, насколько страшно, насколько грязно, насколько все, ну просто невозможно дышать чем. Никогда. А сейчас позвонили в этих селах, когда мы приехали, раздали гуманитарку, мы были в городе, делали иммунизации, и когда приехали в эти села, я посмотрел на них, ад настоящий на земле. Воды нету, света нету, ничего нету, кушать нету, одна картошечка, если, говорит, задените, это слава Богу, и ничего нету. И я там встал, так в сторону за дом, такой дом с глиной, ни в окон, ни в двери, только прорезяйте. И я встал за тот дом, Господи, смелуйся за ними. Если они уже так живут плохо, если они уже тут умирают на земле, дай им хоть спасение, пожалуйста. Вы знаете, я одно слово сказал. Боже, дай им спасение, дай, чтобы они от этого ада хоть пришли в небо, от этого ада их следующий живет еще страшнее, вот тут хоть одну картошку съедят, а там вообще ничего. Они не знают об Иисусе Христе, никто, ни одного верующего, ни одного, просто дух побудил поехать в те сел. И знаете, когда мы ехали, заблудились, и были еще в одном селе, они говорят, нет права. И в моем сердце, сейчас лежит, я молюсь за то село, где мы заблудились, туда, чтобы мы поехали в то село, и там открыли церковь. И мы открыли в двух селах церкви. И мы открыли, я давал деньги немножко им на дорогу, этим братьям, пасторам, которые ехали. Мы молились, братья, я правду говорю, когда я приехал, встретили нас где-то 30-40 человек. И мы собрались, говорили с ними, и я только выбрал четырех. Одни говорят, ну, нам надо деньги, нам надо то, а мы бедные. А три человека подошло ко мне, и там четвертый, представитель говорит, вы знаете, мы молились, вы ответ на нас от Бога. Мы молились, мы хотели открыть новую церковь, мы хотели работать, мы молились, просто мы ждали, мы знали, что вот-вот кто-то придет и поможет нам, что мы хотим открыть церковь. А у них уже есть, Сергей, по 100 человек. Они говорят, мы хотим еще работать, дальше работать. Этого пастора, которая жена родила, он ходит с нами, говорю, твоя жена родила, она в роддоме. Ничего, потом заберу, я пока с вами. Говорю, иди к жене. Знаете, мы там выкупали женщину, говорю, надо тебе 20 долларов и свою выкупить, вот тебе тоже надо ее выкупить. Когда женщины, я рассказывал вам, рожают, их не выпускают, пока ты не заплатишь какие-то деньги. И мы выкупали, они благословляли, нас спасибо говорили, мы не думали, мы верили, что Бог нас вызвалит отсюда, но мы не знали, что с Америки приедут. И Бог благословляет. Так что, и в этих селах, когда помолился, и они ехали, проповедовали Слово Божие, и нам звонят, где-то месяц назад звонят, говорят, в одном селе покаялось 50 человек, в одном 45 человек, в другом рядом, и школа там есть. Вы будете видеть фотографии, покажут братья, я показал там, и там есть школа. И пока есть люди, говорят, я говорю, ну давайте готовьте к крещению. Мне написали, как надо подготовку к крещению, чтобы они делали так, что такое крещение, чтобы они учили их с Библии. Но там в селах никто не учит, они не знают даже абсолютно, если вы думаете, что нам надо проповедовать, им просто надо Иисуса Христа. Просто сказать, прими Иисуса Христа. Ты не можешь, они не знают, не читай, там может дети, кто ходит в первый, второй класс, директор школы, там 15 лет, мальчик, 15 лет, а он директор школы, он учит, но самое элементарное, чтобы они знали читать и писать. И эти дети могут читать. И нам надо Иисус Христа. И они покаялись, эти люди, они говорят, уже готовы, на сегодняшний день, 80 человек к крещению. Я сказал, слава Богу, аллилуйя, аллилуйя, к нашей церкви, к нашей церкви приедняется еще 80 человек. Я сейчас молюсь, молитесь в своих домах просто. Я говорю, Господи, чтобы это не было притворно, чтобы ты просто вошел Духом Святым в них, чтобы ты работал в них, чтобы они имели спасение. Просто чистая вера, не так знание, так ты знаешь, но чистая вера, чтобы вошла в их сердце. Я сказал, чтобы мы сделали там крещение, прямо там, чтобы все люди видели. В тех сёлах, мне кажется, вы знаешь, там есть одно озеро, больше там нет воды нигде, они оттуда берут воду. Говорит, там безопасно. Там может быть и крокодил, и змеи, там безопасно. Я страшно думаю, ну знаете, человек, мы придем туда и давать людям крещение, и какой-то кредит выйдет, сразу в небо кто-то пойдет, сразу. Не надо, грешить точно уже не будет. То мы решили, сейчас звонил туда, чтобы мы будем переезжать в город, где все динаминации дают крещение. Там есть одно место, мы будем переезжать, где-то там два часа ехать. Говорю, давайте безопасно. Бог дает нам мудрости, Бог дает нам мудрость, чтобы мы делали как правильно. Я очень нуждаюсь в том, чтобы вы молились, я очень нуждаюсь сильно. Я молюсь сейчас каждый день, чтобы утром, вечером, Боже, благослови, благослови, дай это время, где нас, когда, видите, когда зужается это все, мы думаем, ну еще будем жить, ну еще 10 лет, ну сколько уже, а видите, как зужается. Все приехали, и американцы, и европейцы, и русские, все собрались в одном море, и уже, я не знаю, ну никто не воюет, но уже видно, как тучи згущаются. то время, время, время наше пришло, чтобы мы, церковь бодрствовала, чтобы церковь молила, чтобы церковь шла и спасала эти души, везде. И если вы знаете, Джорджа Давидюка, у нас на 23 мая запланировано служение на Украине, и я ему звоню, говорит, Джордж где-то, я ему говорю, я в Индии, сейчас я в Индии нахожусь, наших 8 братьев в Индии поехали тоже, у нас в Индии 50 церквей сейчас, и 13 переехали уже в Америку. И Бог дает, много спасающих людей. Он говорит, я трижды умолял Бога, ехать на Украину, а получил 4 раза, что надо ехать. Надо ехать, вот в это время, надо ехать, служить Богу. Там будет пара тысяч людей собрано, будет иммунизация, будет церкви. Говорит, надо ехать, хоть такое безопасное время, но надо идти, сейчас люди как-то, сердце больше открывают. Это Бог делает, чтобы люди открывали сердце, чтобы люди склонились, не говорили, как я говорил, я позвонил там епископу на Украине, говорю, что они там говорят, слава Украине, зачем это все? Когда так вам плохо? Скажите, слава Богу, слава Богу. Бог, как эти войска, как пустят ракеты, то только одна слава останется, в Украине не останется ничего. Говорите, слава Богу, чтобы Бог вас вывел с этого. Никому, неприсимо, Бог своей славы никому не отдаст. Бог своей славы никому, Он всех притеснит, чтобы мы сказали, слава Богу. Да, благословида вас всех, Господь, чтобы мы работали для Невы Божьей. И Матвея 25, 40 написано, истинно говорю вам, так как вы сделали одному из всех братьев моих, меньших, кто сделали мне. Как вы сделали одну из меньших? Кто сегодня не хочет сделать для Христа? Кто не хочет? Я первый желаю, знаете, послужить людям, послужить тем, чтобы они узнали про милость Божию, чтобы они узнали про мир, который никто не заберет. Христос говорит, я принес мир на землю. Если мир в нашем сердце Христов, мы никогда не будем говорить, это русский, это украинец, я сам украинец, я черновец, у вас много братьев, но я очень люблю русский народ. Я начал читать Библию на русском языке, говорить, может, не акцент какой-то есть, но все равно, я каждый народ, я люблю африканский народ, он не такой аж красивый, но ты приходишь, когда он кается, когда они молятся, это просто приятно, ты наслаждаешься в них. Если у нас сейчас церковь молится 200 человек, то в Индии два человека поставить, они будут громче молиться. Они будут громче. Два человека вам поставили, я пришел в церковь, думаю, набита церковь людьми, я прихожу, два человека, стоят на коленях, так молятся, я спрашиваю, почему вы так сильно взываете к Богу? Говорит, если бы ты знал, откуда мы пришли, если бы ты знал, откуда мы пришли, ты бы молился еще громче. Говорит, мы их выкинули из другой страны, я не помню страны, название выкинули просто на поле, наших отцов всех порасстреляли, мы остались дети и мамы, все остались, мы в лагерь беженцев стали. Говорит, мы выживали, просто на поле, ничего кушать, ничего, ничего у нас нету. Сейчас Америка начала забирать их оттуда. И наши братья там проповедуют. Говорит, мы так молились, мы так молились, если бы не Бог, если бы не Он, мы бы уже не жили. Если бы не Бог, мы бы уже не жили. И знаете, человек всегда взывает, когда видит опасность. Я приезжаю, когда с Африки или с Индии приехал, я полгода, мне страшно заходить в Винкафуд, вы знаете. Мне даже страшно, я смотрю, вот так, кто-то поедет, вы увидите, вы сразу приоритеты, приоритеты, эти все меняются. Это все у тебя меняется. Ты видишь, ты видишь голодных, видишь, что один старичок подошел, говорит, дай один бутерброд съел, говорит, я уже два дня ничего не ел, дай еще хоть один. Знаете, там просто булочка, и она мазана маргарином таким же, желтый-желтый, такое, что, ну, страшно. Я когда там, они готовили кушать, и за мной был один брат, говорит, я, наверное, это кушать не буду. А я был с епископом, он у вас был, берегом. И когда я был с этим епископом, а он говорит, ты знаешь, я был на одной свадьбе, и мы все помолились. Я так смотрю на эту еду, говорит, так чувствую, еще раз надо помолиться. Помолился еще раз, говорит, все заболели, я нет. То я всегда, когда еду в Африку, в Индию, я всегда молюсь два раза. Плацови эту пищу, Господи. И когда я взял, набрал эти тарелки, то все, покушал с ними, они подошли, и говорят, переведи ему. Говорит, вот это, брата, мы не знаем, мы ему не доверяем, а вот тебе доверяем. Ты с нами ел. Ты с нами ел. Просто насколько важно поесть. Вы знаете, Петро идет ловить рыбу. Пошел ловить рыбу. И приходит Иисус, воскрешник, приходит на берег. И первое, что бы он сказал, что бы мы сказали Петру? Ты от меня отрекся, ты это сделал, ты это сделал. Но сразу мы начинаем морали читать. А Иисус что говорит? Ты голодный? У меня есть рыба, я тебя покормлю. Насколько вот сердце доброе. Я не думаю, что он идет в Моус, Иисус, идет по дороге, и заходит, и попреклашает, ну и зайдем со мной. Заходят. И что он говорит? Они не верили, он рассказывал, они не верили, не знали. И первое, что говорит, у вас есть что-то покушать? И ему дали рыбу и мед. У вас есть что-то покушать? Он же, знаете, расположает сердце человека. Я не думаю, он воскресил Иисус, я не думаю, что он хотел кушать, что он уже жаждал кушать. Но понимаете, когда вас пригласят в гости, или вы пригласите чай, дадите, ну приятно, ну в Америке все есть, но приятно все равно общение. Когда был у нас гололед, и братья там братская осталась, я готовил там, помогал готовить, я сам могу готовить на всю вашу церковь, и помогал там готовить, кушать, и сказали, братская останется. А потом гололед, и все пришли там, где-то 100 человек, никто не ехал, но собрание у нас было, и братья говорит, давай всех пригласим. А у меня осталось там на 20 человек, ну долил воды там, все перемешал, сделал все. И вы знаете, насколько было хорошее собрание, все пообщали, посидели, дети подходят, говорят, какое классное собрание, было короткое собрание, еще обед дали. Какое классное собрание. Знаете, люди хотят общаться, не так важно в нашей жизни, что мы не голодные, не голодные, но когда общение, когда мир в церкви, когда просто мы хотим посидеть, мы посидели, пообщали, никто не расходится, все сидят, никто не смотрит, там гололед или что. Вот это общение. И так само, когда ты придешь, просто твое присутствие, расположение твое, ты с ним покушаешь, они просто располагаются, они принимают Иисуса Христа. Так Христос сделал, Христос сделал, дайте им покушать, пять тысяч людей, дайте им покушать, дайте вы им покушать. Не отпустил их, ну пусть идет, ученики сказали, ну откуда, нам не возьмем, тут было чудо. Бог делает чудеса в нашей жизни, я знаю, Бог делает, я в вере, я молюсь, Бог делает такое, что невероятно, когда контейнер было отправить, мне сказали, там 20 тысяч долларов, ну где ты возьмешь, ну это 20 тысяч, это так много, кажется. Ну с каждого по 5 долларов, по 10, кто, сколько, и отправили, и тысячи людей получили одежду, тысячи, еще многие меня спрашивали, а можно одежду теплую, я не знал, я поехал туда, все туда можно. Они на полу спят на земле без ничего, посмотрите, какое-то одеяло или что-нибудь, я зашел в тот дом, они просто на полу, знаете, если вы знаете, кто села, где корова лежала так на полу, так яма делалась, так само у них, у них просто земля, ничего нету, ни доски, ничего нету. Они просто на полу лежат, и все, и никаких, не надо им ничего, матрас 1000 долларов, 2000, мягкий, или это зашел, это плохой, там это отсутствует, абсолютно. Я лег на кровать, мне дали кровать в Индии, и в Африке, у меня все случилось как-то и там, и там, ну, наверное, мне надо вес сбросить. В Индии все сидят на полу, все, никто не сидит на стульчиках. Я сидел, у меня уже ноги задеревенели, я уже не могу сидеть, принесли мне стульчик, я сел на стульчик, среди собраний, то стульчик разломался, и я ба-бах на землю. И, знаете, они все там сидят, ничего нету, а в Африке пошел кровать, дали такую, там, матрас такой, маленький такой, на кровати, и среди ночи в 2 часа моя кровать разломалась, и я упал на пол, и все, я говорю, уже досплю на полу, и не могу, одна сторона-то ломалась, а вторая я скачиваюсь постоянно, лежу, лежу, и не могу, ну, все, надо разбирать ее полностью, разбирали. И вот так люди живут, и благодарят Богу, и мы приходим, Бог нас послал, Бог нас послал, для того церковь Бог дал, чтобы мы служили друг другу, чтобы мы не вникали, знаете, я знаю, почему люди начинают заниматься политикой или другим, потому что нет желания молиться, читать Библию, работать для того, что, Боже, там люди плохо, я всегда себе задаю вопрос, если не плохо, я говорю, но кому-то есть хуже, кому-то есть хуже, я, Господи, благодарю Тебя за то, что у меня есть, благодарю Тебя, я никогда не думал, что я буду в Индии, буду в Африке, я никогда не думал, я не мечтал об этом, а знаете, Бог послал, и мы трудимся, и мы вместе приобретаем людей к Господу. Я хочу, чтобы мы молились усердно, мы сейчас преклонимся, чтобы мы молились усердно за этих братьев, у нас сейчас 8 братьев в Индии, там 50 церквей, у них все отведают, а у них вчера было собрано где-то 8 тысяч людей, они проповедовали там. Сейчас проповедуют в Африке, если кто-то хочет даже поехать с нами, не надо афиш, не надо радио, не надо ничего, только музыка заиграет, песню споют, и вы уже не видите ни конца, ни края людей, не надо никого звать. Там ямолизацию можете делать, как на Украине в 90-м году, в 89-м. Можете служить, вышли люди, сейчас увидите этот диск, если можно оператор включить, я комментирую там, где это что. И люди выходят каяться, сотни людей. Это мы были в первой церкви, это был детский приют, где люди без родителей. Это ямолизация, где была, вот люди выходят, каются, и мы, где ямолизация, этот пастыр, что сбоку. Это мы кормим тут людей пришли, там родственники их, у нас дома. Это детский приют, где 70 детей есть. Одна женщина взяла 70 детей, она берет с улицы, она берет везде этих детей, и маленьких. Эти дети уже по 7-8 лет, они уже делают маленьких детей, она собирает. Одна женщина, работает уже, я не знаю, лет 20-30-40 лет, я уже не помню, сколько лет, но она работает, у нее сейчас 70 детей. Одна женщина, она уже воспитала, у нее уже такие девушки по 15-17 лет, которые ей помогают. Она говорит, я уже хотела все бросить, уйти. Думала, все, я уже не могу больше. И когда мы приехали, она говорит, ну что-то поможете, у нас последний рис. Вот мы сварили эту кастрюлю риса, и мы все уже, у нас нету ничего. Я говорю, идем вам купим на 2 месяца вперед. Она говорит, купите там килограмм соли, я говорю, берите мешок соли, берите 2 мешка сахара, рыбы там мы купили, всего. Она говорит, мы рис один здесь съедим, и все. Я был в Индии, я питался 3 раза в день, рис и все, и какая-то подливка. Мясо никто, ни кусочка не давал. Все, один рис, чистый водой там полили, и все. Это иммунизация, там, вот видите, до конца края дачи не видно, это уже вечером было. Мы показывали фильм Иисус на французском языке, мы нашли и показывали. Вот это они кушают, я даже не знаю, что, я тоже набирался этого. И мы дали денег, чтобы они... Это контейнер, который мы отправили, мы же там его получили. Это церковь самая большая, там мы были в одной церкви, которая помогала нам, чтобы контейнер был. Мы намного больше могли платить, но как на церковь мы отправили, то уже там был дискаунт на это все. Это большая церковь. Вот мы открываем, набили полностью, тоже большое чудо. Когда мы забили полный контейнер, то когда свесили его, больше 40 тысяч паунтов нельзя, то было 40 тысяч и 2 килограмма. А тут водитель говорит, я еще такое не видел. Как вы что, выяснили его? Я говорю, нет, просто молились и так забили полностью. Это школа, видите, мы хотим сделать им крышу. А вот они выучатся, два класса, и эта школа, видите, в них просто вот такая школа. Да, это село, где сейчас покаялись много людей, мы туда ехали в село. Вот тут будет церковь, тут будет 50 людей, которые принесутся креста, они хотят принять святое водное крещение, то первое служение мы им сделали в этом селе. Вот видите, деревья и все, больше ничего. Это гуманитары, которые мы им привезли, там муки немного, всего там, Винницкая церковь дала нам 3 тонны муки, мы поставили и тоже привезли. Вот эта такая картошка, они промывают ее, это что они кушают, больше ничего в них нет. Они промывают в воде, у них все корнями так проросло, они промывают это все, потом сушат, ставят на солнце, и потом вот такую одну картошечку съедят. Это, говорят, если на день мы имеем, это очень хорошо. Дети мы там встречали их. Это второе село, где будет вторая церковь. Там один в этом селе, один барон, как бы глава колхоза, он говорит, я вижу, что у вас доброе сердце, что вы пришли. У нас люди стали добрее после ваших, начали молиться. Говорит, я вам подарю землю, гектар земли нам подарил. Говорит, только 200 долларов всего, чтобы вы оформили это все. И просто больше ничего, говорит, это стоит 5-6 тысяч долларов. Говорит, я вам дарю эту землю, оформляйте на себя, и мы думаем там построить молитвный дом. Молитвный дом стоит там полторы тысячи долларов. Это просто такие, видите, трубы будут зацементированы, и крыша, и одноразовые стулья, такие там церкви, а там не надо, и окон, и там жарко. Если это большая церковь, что вы видели, то она построена, один кирпич есть, одного нет, один есть, это кондишн у них. Они даже самые такие церкви, они не могут закрыть их, потому что там все, ты сразу запаришь, там все продувают везде. То им не надо такое. Вот такое мы планируем. Я знаю, что Бог силен сделать для этого народа, чтобы они имели крышу эту, чтобы они имели церковь, чтобы они имели спасение. Бог посылает нас. Благословит вас Господь всех. Благословит ваших пастырей, служителей, чтобы мы были щедры для всего, чтобы мы молились, самое главное, чтобы Бог устроил все. Я верю, когда Бог устроит это все, когда Бог будет делать все, я не переживаю ни за что. Я не боюсь за финансы, не боюсь за что, кто будет сколько жар. А когда Бог устрояет, Бог послез с другой стороны. Вы знаете, я ходил одному к другому, к другому, и контейнер же надо отправлять, и нету. Я говорю, Боже, помоги. Звоню одному бизнесмену, говорю, а ты знаешь, нам надо контейнер отправить. Ты не мог бы чуть-чуть помочь? Он говорит, ну, сколько тебе надо? Я говорю, какая разница, сколько надо? Ну, сколько? Скажи, сколько надо? Я говорю, ну, сколько может? 200, 300, 500. Сколько тебе надо, чтобы отправить этот контейнер? Я говорю, 2500 сейчас надо. Я сейчас приду, через 5 минут пришел, выписал чек, говорит, все, отправляй этот контейнер. Видите, у Бога есть. Это Бог. Я никогда ему не звонил. Я знаю, он наш, черновицкий. Я его знаю хорошо, но я знаю, что он никогда не жертвовал. Я сколько подходил, они так, они расположены в сердце, но так никогда я не жертвовал. Первый раз ему позвонил, думаю, позвоню просто. Говорит, сколько надо, сколько, чтобы контейнер тут уехал. Я выписал. Говорю, галилюя, слава тебе, Господь, спасибо тебе, что ты заботишься за все. Ты всегда свои проекты финансируешь. Ты через нас, когда мы будем. Я думаю, что мы приклоним колено, или приклоним колено, помолимся, помолитесь за Африку, за Индию, за все страны, чтобы Бог давал просто на Украине мир, и везде. Ну, Илюша нам так рассказал о деле Божьем. Черные люди – это тоже души бессмертные. Только одних Бог заключил в белое тело нас. Это у Бога отборожается. Других заключил в черное тело. Одних поместил среди изобилия, богатства. Других поместил среди глубокой нищеты и трудностей. И те, и другие, такие же души, жить хотят, такими же законами, человеческими пользуются. Но через эту нищету других нас испытывает и проверяет Господь. Заглядывает внутрь, видит все. Черствое, холодное, бездушное сердце или сердце исполнено добра, сострадания, милосердия к таким людям несчастным. Илюша, я его уже немножко знаю, очень порядочный, искренний человек, простой такой, доступный, любит дело Божье, едет, проповедует. Как получается, я знаю, у нас, может быть, есть гораздо более способные люди, но не едут и не посвящают свою жизнь. Ну, может быть, и не всем это дано, кому-то по особому Бог стучит в свое сердце, ну и наше участие. Мы и должны быть безразличным к таким несчастным людям. Узнав о благодати, данной мне, Иаков, Кифа, Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным только, чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Нищие. Внести первое Слово Божье. И вот так же говорят братья, евангелисты и миссионеры, что дашь кусочек хлеба голодному человеку, и сердце открывается. Вот так вот Бог нас там помилует где-то. Смотришь, и душа прозрела, и сама стала милостивою. Как важно, братья, давайте, во имя Господне, все пожертвуем. Не просто киньте доллар, а как для Господа. Согласны? Что-то невесело вы ответите. Ну, вы весело будете участвовать. Пусть Бог благословит. Пожалуйста, братья, возьмите инструмент. Харисты будем петь, да? Давай. Все вместе сейчас стоя споем. Сборник 1139. За любовь, за милость, за спасение, благодарность ты прими от нас. Пусть несется петь благословения, Господь. Господь укралил Вескозь. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Господь, ты вечной хвалил, за твою любовь благодарим. Пусть несется петь благословения, за твою любовь благодарим. Господь, ты вечной хвалил, за твою любовь благодарим. Благодарим, за твои голгословения, за твои голгословения, за спасение данное тобой, и за все твои благопияния, сердцем пусть всегда звучит хвалой. Благодарим, 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 за твою любовь благодарим. Господь, ты вечной хвалил, за твою любовь благодарим. Благодарим, Благодарим, за твою любовь благодарим. Благодарим, достоинный вечной холы за твою любовь благодати за прекрасный дом мазурном небе за святую вечность без конца а 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 мы а а а а а а а а Глава Господу! 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 дорогая, прошу помолиться за дочь Елену, у нее сильная боли в позвоночнике, предстоит операция, чтобы Бог помог и усмотрел. Сестра Мария, долагая церковь, пожалуйста, помолитесь за моего сына, чтобы Бог послал покаяние. Церковь Божья, прошу, помолитесь за меня, чтобы Господь оградил меня и мое жилье от соседей, наркоманов, сестра. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, у меня неприятности на работе, чтобы Бог защитил. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за брата, он нуждается в устройстве на работе и за его жену, чтобы Господь укрепил ее здоровье. Вот такие нужды. Закончим собрание, друг за друга помолимся, благословим на предстоящую рабочую неделю, чтобы милостивая рука над всеми была. Я еще чуть-чуть, минуточку, кто в вечере Господней не участвовал, там наш брат будет ждать вас, пройдите в братскую комнату туда и поучаствуйте в трапезе Господней.